В этом видео я соберу тексты всех релевантных новостей, релевантных поставленной первым видеозадачи. Посмотреть, насколько прогнозируемы были последствия инфекционной вспышки в китайском Ухане для всего мира. На основе новостей, опубликованных в деловых источниках, например, на портале РБК. В прошлых видео я уже собрал ссылки на релевантные новости и дополнительные реквизиты новостей, как то ID, дата публикации, заголовок, автор и так далее. Импортирую релевантные библиотеки, обращаюсь к экселевскому файлу с жесткого диска, который как раз сохранил информацию, полученную в рамках предыдущего видео. Вот дата фрейм, в нем 9980 новостей. Здесь отсутствуют те новости, которые не имели анонса. Чтобы лишний раз не загружать из экселя данные, если вдруг испорчу дата фрейм, копирую в DF0 содержимое рабочего дата фрейма и продолжаю работать с рабочим дата фреймом. В предыдущем видео я сформировал столбик, содержащий год и месяц, причем имеющий тип float, то есть число с дробной частью. Но, признаться, я сделал это немного кривовато. Я хотел продемонстрировать работу функции S-Type и получил числа, но не совсем корректно, поскольку, например, апрель 2020 года обозначается теперь как 2020.4, а январь 2020 года будет обозначаться как 2020.12, то есть более раннее число. Это неправильно. Правильно, чтобы апрель обозначался 2020.04, а декабрь 2020, соответственно, 2020.12. Тогда декабрю 2020 года будет соответствовать большее число, чем апрелю 2020 года. И будет удобно сортировать и выставлять условия. Поэтому я еще раз формирую столбец publish4ymmn. Без функции S-Type просто беру год и прибавляю месяц, разделенный на 100. Таким образом, четвертый месяц обозначается как 0.04. Двенадцатый месяц как 0.12. Получаю то, что хотел. Апрель 2020 года закодирован как 2020.04. Теперь я могу применить условия. Логично, что если я хочу посмотреть на прогностическую силу новостей о вирусе в китайском Ухане до того, как наступили последствия, я должен отобрать соответствующий временной период. Предлагаю отбирать новости за декабрь-февраль. Декабрь 2019 года, февраль 2020 года. Задаю условное выражение, состоящее из пересечения двух условий. Дата должна быть больше, чем 2019.11 и меньше, чем 2020.03. Получаю 1894 новости. Еще раз иллюстрирую работу атрибута индекс. В моем рабочем дата-фрейминге сейчас 1894 строки. Индексы идут не подряд. Например, начинается с индекса 1111, а не с нуля. Потому что нулевая новость соответствует более позднему периоду. Она не попала в установленное временное ограничение. При помощи атрибута index я сохраняю в переменную indices индексы отобранных строчек дата-фрейма. Первое значение в этом списке это 1111. Я могу использовать этот объект, indices, для того, чтобы индексировать другие объекты. Что я сейчас и сделаю. Посредством библиотеки requests я обращаюсь по URL-адресу из первой строчки дата-фрейма. Это столбик front-url. Индексирую столбик front-url и строчка мне нужна первая из имеющихся. Чтобы код был универсальным, я индексирую не через просто 0, потому что там нет на самом деле нулевого объекта. В самом дата-фрейме нет строчки номер 0. Строчки начинаются с номера 3111. Используя как раз сформированный только что объект indices, я решаю эту нехитрую задачу. Здесь по сути стоит 1111 внутри. Я сразу запринтил результаты. Респонс 200. Сайт пустил меня. При помощи библиотеки BeautifulSoup я выгружаю содержимое страницы. И дальше ищу tag-div с атрибутом класса, содержимым article-text. Дальше внутри уточняю запрос tag-mp. Я предварительно исследовал страницы по URL-адресам, выгруженным ранее. В основном это ссылки на проекты РБК или на партнерские ресурсы. На большинстве из них в коде текст содержится в TGP. В большинстве. Не факт, что во всех. Надо сначала выгрузить, а потом уже исследовать выгруженную информацию. И вероятно где-то что-то почистить. Если все будет совсем плохо, то поменять алгоритм. Но первичная выгрузка необходима. Дальше в рамках одного URL-адреса надо собрать все тексты из тегов P. Здесь из одного тега P. А их там много. Надо из всех забрать. Я это делаю при помощи цикла. И здесь я использую техническую команду time. Она позволяет засечь сколько времени требуется на выполнение чанка. Кроме того, очень важно использовать try-accept. Всегда, когда предполагаются длительные сеансы связи с удаленным сервером, следует использовать try-accept. Может случиться все что угодно. Перечень гипотетических траблов бесконечен. Их все учесть в виде ифов невозможно. И будет очень обидно, что после длительного сеанса связи, длительной работы алгоритма по выгрузке, процесс прервется. И придется все восстанавливать. Чтобы процесс не прервался, я использую try-accept. Сначала формирую объект blocks, содержащий выдачу по тегу div с атрибутом class и содержимым атрибутом article tags. И если этот объект не пустой, то я ищу содержимое, ограниченное тегами p, открывающим и закрывающим. Здесь очевидно фигурирует, как обычно только открывающим. И записываю содержимое в объект текст. По каждому p прохожусь, записываю в текст и соединяю. В случае, если что-то пошло не так, то есть если try не получился, то в текст записывается слово error. И на выходе я получаю текст. Проверю, как это работает. 8,980 миллисекунд. И выведу сам объект. Действительно, текст есть. Посмотрю, соответствует ли он тому, что на страничке этой новости находится. Беру адрес из front URL, относящемуся к 1111 строчке DataFrame. Копирую и вставляю в адресную строку. Соединенные Штаты. Из-за распространения бла-бла-бла добавил он. Посмотрим. Соединенные Штаты. Из-за распространения добавил он. Как оказалось, я собрал только этот текст. Он заканчивается словами. Добавил он. Этот текст я не собрал, потому что он относится ко второму диву. Поэтому корректирую код. Это исходный код. А теперь я собираю текст из всех тегов p, всех тегов div с соответствующими атрибутами. Теперь я использую findAll, во-первых. Записываю в объект blocks всю выдачу по запросу div с атрибутом класс и содержимом articleText. Если на выходе не пустой список, то я формирую список, который в дальнейшем превратится в текст. Сначала это пустой список. Объект текст. Затем прохожусь по всем элементам из выдачи отсюда. В моем случае по рассматриваемой ссылке имеется два дива. Поэтому будет две итерации. Сначала выдача по первому диву разбирается, и внутри нее алгоритм ищет все теги p. Результат записывает в новый список. Это blocks p. Далее алгоритм проходится по каждому p, как и в предыдущем варианте цикла. По каждому p извлекается текст, убираются лишние символы с концов этого текста. И записывается в список текст, который исходно был пустым. И после того, как все итерации обоих циклов отработали, список текст превращается в простый текст через функцию join. Join собирает все элементы списка в один текст и разделяет их тем, что указано в этих кавычках. В данном случае это пробел. Запускаю этот чанг, он выполняется уже 17 миллисекунд. И результат теперь более полный. Теперь я пройдусь по всем новостям из DataFrame и соберу их тексты. Попытаюсь. Для этого есть две альтернативные опции, каждая из которых имеет преимущества и недостатки. Первая опция это написать функцию, полноценную функцию. Не безымянную, которая не задается в отдельном чанге, а полноценную, которая задается через оператор DEP. Тот цикл, который я только что продемонстрировал. Я записываю функцию. Назову ее getText. На вход этой функции подается URL, и затем он используется вот здесь. Сразу в этой конструкции работают и requests, и bs4. Определил функцию. Дальше я ее применю ко всему DataFrame. Преимущество применения функции ко всему DataFrame в том, что эта функция выполняется параллельно для многих строчек DataFrame. Значит, быстрее, чем если применять какой-то алгоритм построчно, по очереди. Минус в том, что если случится какая-то ошибка, все результаты алгоритма сотрутся. Придется исправлять ошибку и запускать алгоритм заново. Поэтому, опять же, очень важно использовать конструкцию tryExcept. Второй минус в том, что, применяя функцию, трудно следить за прогрессом исполнения. Альтернативная и во многом противоположная по своим преимуществам и недостаткам опция – это цикл. Цикл применяется в каждой строчке, а именно к URL-адресу, который я достаю на каждой итерации из DataFrame, из столбца FrontURL. Каждая итерация первого уровня имеет итератор индекс. Это снова произвольное имя. Я его беру из снова индекса строк DataFrame. То есть первое значение, присвоенное итератору, будет 1111. И здесь будет 1111. И отсюда заберется URL. И произойдет поиск всех дивов, удовлетворяющих условия. И дальше то, что я уже показывал в рамках цикла. Цикл пройдется построчно, не параллельно по многим ячейкам DTPM. Поэтому он будет работать медленнее. Но за счет того, что можно принтить, сколько уже элементов в списке текстов, можно представлять себе, насколько долго еще алгоритму предстоит работать. То есть представляет себе прогресс алгоритма. Запускаю файл. И через какое-то время можно будет сравнить скорость и результативность выполнения функции, примененные посредством Apply и цикла. Я несколько раз запустил функцию вместе с Apply. И цикл. Ради спортивного интереса. В данном кейсе, как ни странно, цикл почти не проиграл функции по скорости, при этом выиграл в надежности и в визуализации процесса. Функция работала при последнем запуске 14 минут 21 секунду. Цикл работал 14 минут 23 секунды. Он обогнал. Он обогнал. Правда, до этого три раза проигрывал. И разница доходила до 5-6 минут. Вот так выглядит визуализация процесса в цикле за счет того, что здесь есть. Этот принт. Сначала я сохранил результаты выдачи цикла, а именно текст-лист в качестве отдельного DataFrame. Почему я не сохранял внутри цикла DataFrame? Потому что обработка DataFrame, запись DataFrame внутри цикла, сильно его замедлило бы. Поэтому сначала я сформировал список и затем уже вне цикла одним действием поместил цикл в DataFrame. Присвоил этому DataFrame такие же индексы, как в главном DataFrame, чтобы они соотносились. Это нужно для того, чтобы соединить два DataFrame – исходный, главный и тот, который сейчас создался одним столбцом. Это делается посредством функции CONCAD, относящейся к библиотеке Pandas. И важно указать, что речь идет о слиянии по одним и тем же индексам. То есть слияние происходит как будто бы двери лифта, а не к верхней табличке присоединяются нижние. Условно, к левой присоединяется правая. Если бы здесь не было этого аргумента или стоял бы вместо единицы 0, тогда таблички соединялись бы верхняя к нижней. Пока все это не потерялось, быстро отправляю в Excel и смотрю, что получилось. У меня два столбца. Один является результатом работы функции вместе с APPLY, второй столбик – результат работы цикла. Я их сравниваю. Вроде везде true, то есть одно и то же. Суммирую. Можно так записать, можно точка сам. 1889 совпадений, а всего 1894 строчки. Значит где-то есть несовпадения. При помощи условной конструкции вывожу эти несовпадения. Их немного. И оказывается, что в этих пяти случаях похоже, что функция проиграла цикл. Можно будет их детальнее рассмотреть. 5 случаев на 1889 – это, конечно, очень маленькие проценты. Можно им пренебречь. Но очень любопытно, что цикл справился лучше. В следующем видео рассмотрю детальнее выгруженные тексты. И подготовлю их для дальнейшего количественного анализа. Общественно-анализа. Смотрите программа мальчика.